Десятки объектов заминировали сегодня лжетеррористы. Сразу 13 сообщений от анонимов поступило на электронные почты аэропортов, торговых центров и автосалонов Алматы и столицы. Тысячам казахстанцев пришлось сегодня экстренно эвакуироваться. У кого-то отменились авиарейсы. Одного шутника уже нашли, остальных сейчас разыскивают полицейские. Чтобы быстрее выйти на след преступников, стражи порядка намерены подключить к следствию зарубежных коллег. Подробности у Ирины Панфиловой. Эту свою выставку Успанали запомнит надолго. Экспозицию, посвященную ЮНИСЕФ, фотограф готовил больше месяца. Сегодня в Мегасилквей должно было состояться ее открытие. Собралось почти три десятка гостей. Однако за 10 минут до начала в здании объявили эвакуацию. Объявили эвакуацию, даже народ не понял. Здесь долго ходили, многие сидели. И даже мы подходим, это учебно или не учебно. И даже охране кажется учебно. И потом в какой-то момент, все, выходим. И люди спокойно выходили. Мы побежали в сторону паркинга, чтобы хотя бы забрать машину. Вряд ли, ну мало ли что. Сигнал о том, что крупнейший ТРЦ столицы заминировали, поступил сегодня днем. В этот момент в нем находились больше 200 работников и почти полторы тысячи посетителей. Работали магазины, кинотеатр и все точки общепита. Сообщение о заминировании ТРЦ поступило от неизвестного лица. Сотрудниками службы безопасности ТРЦ и спецподразделений была объявлена эвакуация. В течение 15 минут наши посетители и сотрудники ТРЦ были эвакуированы. Сотрудники спецподразделений провели мероприятие согласно протоколу, после чего было обнаружено, что никакой угрозы для посетителей нет. Сейчас ТРЦ работает в штатном режиме. Испытать стресс сегодня пришлось и тем, кто находился на территории Алматинского аэропорта. Сегодня в 14.10 планировала улететь на Петропавловск, рейсом Алмата-Петропавловск. Уже при выходе к автобусу произвучало сообщение о эвакуации всего аэропорта. Очень быстро всех эвакуировали. Информация о заложенном взрывном устройстве оказалась фейком. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы возобновили. Помимо воздушной гавани, экстренные службы мегаполиса с утра получили сообщение о минировании еще шести объектов. Это три банка, два торгово-развлекательных центра и одно учебное заведение. Ни один факт, по словам полицейских, не подтвердился. Всего по Казахстану подобных сообщений сегодня было десятки. Сегодня в городах Нур-Султан и Алматы были зарегистрированы факты поступления заведомо ложных сообщений об актах терроризма, совершенных посредством направления электронных писем на почтовые адреса нескольких, в частности, 13 объектов массового скопления людей и двух аэропортов. Расследование продолжается. Как я уже отметил, данные сообщения были направлены с иностранных почтовых ящиков, то есть с почтовых ящиков, зарегистрированных на зарубежных серверах. К расследованию полицейские планируют подключить зарубежных коллег. Это позволит быстрее выйти на след преступников. Заведомо ложные сообщения об актах терроризма в основном передаются по телефону и такие факты раскрываются в дежурные сутки по горячим следам. Между тем, чтобы задержать анонима, сообщившего этим утром о заложенной взрывчатке в здании карагандинского автоциона, и суток не понадобилось. 29-летнего мужчину вычислили по сотовому телефону. Он уже дал признательные показания. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф в размере 15 миллионов тенге. В целом, с начала года в Казахстане завели 34 уголовных дела по факту заведомо ложного терроризма. 88 зарегистрировали в 2021-м. 26 человек привлекли к уголовной ответственности. Ирина Панфилова, Диас Ковланбаев, Хабар, 24.